Доброго всем дня! С вами Лупанчук Галина Михайловна, преподаватель физики теоретического лицея Михай Греку. Продолжим изучение раздела «Механические колебания и волны». Урок 4. Принцип Гюйгенса «Отражение и преломление механических волн». Материал, представленный сегодня на уроке, вы можете найти в учебнике на странице 160, пункт 5.8, 5.9, а также вы можете разобрать вопросы номер 1.3 и номер 1.8 на странице 163. Сегодня на уроке нам понадобятся понятия, изученные раньше. Итак, ранее мы с вами ввели типологию волн – сферические и плоские. Кроме этого, мы ввели характеристики волн – пространственные. Это волновая поверхность, волновой фронт, луч, который показывает направление распространения волны. Если механическая волна, распространяющаяся в среде, встречает на своем пути какое-либо препятствие, то она может резко изменить направление движения. Например, на границе раздела двух средств с разными механическими свойствами волна может отражаться, преломляться или вести себя несколько иначе. Почему так происходит? Анализируя процесс распространения волн, Кристиан Гюйгенс пришел к выводу, что каждая точка среды, до которой дошла волна или охваченная колебательным движением, является для соседних точек новым источником колебаний, называемым источником вторичных волн. Таким образом, Гюйгенс сформулировал принцип «любая точка среды, до которой дошла волна, сама становится источником вторичных волн», а их огибающее дает положение волнового фронта в следующий момент. Принцип Гюйгенса позволяет с помощью простых геометрических построений находить волновую поверхность в любой момент времени по известной волновой поверхности в предшествующий момент. Как это показано на видео? Из принципа Гюйгенса вывезен также закон отражения волн. Рассмотрим механизм возникновения такого явления, как отражение волн. Наблюдать на отражении волн будем с помощью прозрачной кюветы, установленной на проекционном аппарате. В кювету налита вода. Волны будет возбуждать плоская насадка вибратора, которая едва касается поверхности воды. Включим проекционный аппарат. В кювету поместим брусок и включим вибратор. На поверхности воды возникли волны. Брусок находится на пути их распространения. Образовавшуюся волновую картину будем наблюдать в проекции на экран. Хорошо видно, как от плоского ударника распространяются линейные волны. В результате взаимодействия с бруском формируется отраженная волна. Проследим за движением фронта волны. До бруска фронт движется слева направо. После отражения волновой фронт движется вверх по экрану. Обозначим стрелками направление распространения падающих и отраженных волн. Сравните углы падения и отражения волн от бруска. Механизм отражения волн представлен в следующем видео. АА1 показывает направление распространения световой волны. В момент, когда волна достигает точки А, фронт волны – это плоскость АС. Каждая точка волнового фронта, согласно принципу Юйгенса, является источником вторичных волн. Источник в точке А излучает отраженную волну. Обозначим ее розовым цветом. За то время, пока падающая волна достигнет точки В, то есть пройдет расстояние СВ, радиусом отраженной волны будет отрезок АД, равный СВ, то есть АД равно СВ равно ВТ, где В – скорость распространения волны. За это время вторичные источники Е и Ф также излучат сферические волны, радиусы фронтов которых будут меньше АД. Огибающая ДВ к фронтам волн от вторичных источников дает положение фронта отраженной волны. Очевидно, что треугольники АДВ и АВС равны. Отсюда равны и углы Фи и Бета. Угол Альфа равен углу Бета, а угол Ипсилон равен углу Фи, как углы между двумя взаимно перпендикулярными сторонами. Следовательно, угол падения Альфа равен углу отражения Ипсилон. То есть механизм отражения волны представлен в данном случае на видео. Мы видим, что для обозначения угла отражения используются различные буквы. Но это не есть самое страшное. Необходимо усвоить, что угол падения равен углу отражения. Необходимо усвоить, что луч отраженный будет лежать в плоскости падающего луча и перпендикуляра. А если направить волну по обратному пути, то на рисунке появится тоже практически самое. Итак, закон отражения механических волн. Угол падения равен углу отражения. Луч падающий, отраженный и перпендикуляр в точку падения лежат в одной плоскости. Луч падающий и луч отраженный обратимый. Также на основе принципа Гюйгенса можно определить, изучить, объяснить преломление механических волн. Уровень воды над бруском намного меньше, чем в привету. Включим выбратор. На поверхности воды возникли линейные волны. Хорошо видно, что над поверхностью пруска их гребни искривляются. Будем наблюдать за волнами в проекции на экран при стробоскопическом освещении. Слева видна тень пластины, от нее расходятся линейные волны. Оказавшись на стекло, они меняют направление распространения. Если до пластины волны распространяются вправо, то над пластиной они слегка поворачивают вверх. После пластины они опять движутся вправо. Преломление механических волн возникает так, как показано в данном видео, как показано на рисунке. Мы видим изменение направления волны. Также можно заметить, что угол падения в этом случае не будет район углу преломления. Оказывается, соотношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина неизменная для данной границы сред, называемый показатель преломления. Показатель преломления определяет соотношение скоростей волн в двух средах. И также справедливо вторая и третья часть закона преломления механических волн. Луч падающий, преломленный и перпендикуляр в точку падения лежат в одной плоскости. Луч падающий и луч преломленный – обратение. Итак, сегодня на уроке мы с вами изучили принцип Гюгенса, который позволил нам объяснить такие явления, как отражение волн, в случае отражения угол падения равен углу отражения и в случае преломления волн. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина неизменная для данной границы раздела двух сред и определяется соотношением скоростей волны в этих средах. В случае падения волны на поверхность происходит и отражение волн, и преломление волн, объяснить которые мы можем опять же с помощью принципа Гюгенса, то есть в этом случае возникает вторичная механическая волна. На сегодня все. Благодарю вас за урок. Берегите себя. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!